Как сделать презентацию своего товара или своей услуги еще более убедительной, чтобы ваша аудитория не могла не захотеть с вами работать? Об этом мы с вами будем сейчас говорить. Маневр он супер простой, супер мудрый, супер точный. Я вам даже предлагаю записать шаги, вот эту последовательность и выучить ее наизусть. Вот в чем она заключается. Маневр вы используете в завершении вашей презентации или разговора. Вот вы провели презентацию, разговор, пирамиду нарисую, и в завершении. И шаги следующие. Я вам сейчас покажу демонстрацию. Я провел презентацию, вот наш пылесос и прочее, и задайте вопрос. Скажите, на какие ваши вопросы я могу ответить, чтобы вы приняли наилучшее для себя решение? На какие ваши вопросы я могу ответить, чтобы вы приняли наилучшее для себя решение? Понимаете, да, в чем маневр? То есть, на какие ваши вопросы я могу ответить, чтобы вы приняли наилучшее для себя решение? Потому что мне важно быть полезным для вас, вне зависимости от того, будете вы с нами работать или нет. Все, вот и весь маневр. Многие задаются вопросом, как завершать презентацию. Наверняка есть много гениальнейших способов. Это один из способов, который может быть вам полезен. Вы провели публичное выступление, презентацию, либо собрание провели с сотрудниками. Всегда задавайте такой вопрос в конце. Какие у вас есть вопросы, на которые я могу ответить, чтобы эта тема стала для вас более ясной? Потому что мне важно быть для вас максимально полезным, товарищи. Вот и весь маневр. Итак, подумайте, когда у вас будет какое-то публичное выступление, либо продажа, либо бы продавец, презентация товара или услуги. И в завершении вставьте этот маневр, который звучит так. То есть, вы бросаете шарик вашему собеседнику, чтобы следующий шаг был за ним. На какие ваши вопросы я могу ответить, чтобы вы приняли наилучшее для себя решение? И смотрите, раз вы задаете этот вопрос и призываете его задавать вам вопрос в ответ, то наилучшее решение, как бы имплицируете, что наилучшее решение, оно связано с тем, чтобы работать именно с вами. Вот в чем хитрость заключается. И это уже взаимодействие на бессознательном с ним уровне. Товарищи, я рад быть для вас максимально полезным, и поэтому скажите, на какие ваши вопросы я могу ответить, чтобы вы приняли наилучшее решение для себя, касательно нашего будущего взаимодействия. И смотрите, будем мы работать или нет, для меня менее важно, чем быть для вас полезным вообще в целом. То есть, понимаете, ваша задача здесь, вы как бы демонстрируете намерение быть полезным для вашего потенциального клиента. Это во-вторых. А во-первых, вы это демонстрируете открытым вопросом. На какие ваши вопросы я могу ответить, чтобы быть для вас максимально полезным? На какие ваши вопросы я могу ответить, чтобы вы приняли наилучшее для себя решение, касательно нашего дальнейшего взаимодействия? Понимаете, да, смысл маневра? Представьте себя потенциальным клиентом, которому продавец задает такой вопрос. Он уже, получается, втягивает вас в свое пространство. И какой бы вы вопрос ему не задали, вы будете плясать в этом пространстве, которое он для вас создал. И получается, вы плавно входите в поле его деятельности и начинаете плавно, в том числе, убеждать себя в том, что работать с ним надо. Мудрый очень маневр, хитрый. Представьте себя продавцом, который потенциальному клиенту. Здесь нет наездов, понимаете, здесь нет назойливости. Здесь есть просто... Вот в этом заключается специфика этого утюга. И скажите, появились ли у вас вопросы, на которые я могу ответить, чтобы вы приняли наилучшее для себя решение? Ну, представьте, как будет приятно вашему потенциальному клиенту, когда он услышит в свой адрес такое сообщение. Либо вы, как руководитель, работаете сотрудниками, лоббируете нововведение какое-то, которое повлияет на работу всей команды. Вы проговорили его и в завершении можете спросить, товарищи, на какие ваши вопросы я могу ответить, чтобы это нововведение стало для вас яснее и понятнее, чтобы мы могли уже бы скорее его внедрять и смотреть, как это будет для нас работать. Понимаете, да? Итак, сама формулировка. На какие ваши вопросы я могу ответить, чтобы вы приняли наилучшее для себя решение? Кроме того, вы здесь даете право вашему потенциальному клиенту отказаться от работы с вами. И это нормально. Не следует на него давить. Дайте возможность клиенту не работать с вами. И это тоже нормально, если он скажет, что, да вы знаете, никакие, вот решил не работать с вами. То вы тоже говорите ему в ответ. Принимаю, услышал, благодарю вас за обратную связь. Вот так вот. Итак, маневр в общем заключается. Как сделать презентацию более убедительной, значит, это в завершении задать вопрос. Я вас благодарю за внимание и моя уважаемая аудитория. Скажите, какие у вас есть вопросы, на которые я могу ответить, чтобы быть максимально полезным для вас? Да, чтобы вы приняли наилучшее для себя решение касательно нашего возможного дальнейшего взаимодействия. Запишите от руки этот маневр, оттренируйте его раз 30 вслух, хоть перед зеркалом. И продумайте, где в своей практике, в презентацию, во взаимодействии с клиентами, в продажах, во взаимодействии с сотрудниками вы можете добавить этот маневр мудрейшего руководителя. Руководителя с собой в том числе, и руководителя своими сотрудниками, и руководителя с собой своей жизнью. Ведь руководитель понятие какое обширное. Вот такой маневр. На какие ваши вопросы могу ответить, чтобы вы приняли наилучшее для себя решение. С вами был Альберт. Я рад с вами поделиться этим маневром мудрого руководителя. Благодарю вас за внимание. Встретимся в следующих уроках. Пока!